здравствуйте в сегодняшнем видео мы поговорим о таком так сказать вопросе как система контроля доступа сейчас многие интересуются все таки что это такое так как во многих магазинах частном секторе да и даже небольших офисах начали бояться проверок так все таки взглянем ну взглянем так сказать на систему контроля доступа и что это такое в данном случае я буду говорить о тех как система контроля доступа с которыми я имел дело поэтому то есть как мастер по настройке в данном видео будет показываться страница различных сайтов я их не рекламирую просто на их сайтах есть какая подробная информация ее можно найти системы контроля доступа бывают так сказать в основном все они довольно таки глобальные и применяется в основном на больших объектах то есть предприятиях но не изначально рассчитывались под предприятие какие-то режимные объекты то есть необходимость в них возникла но в основном каких-то таких государственных и очень больших структурах потом дальше они стали востребованы на небольших предприятиях потом дальше они уже перешли в банковские структуры и частный сектор поэтому все основные системы контроля доступа имеют так сказать унаследованную архитектуру то есть есть центр который принимает и обрабатывает все карты пропуска и все события которые ведутся так сказать ну которые на объекте так сказать они этот центр сервер вот он допустим сервер из b fortnet допустим на этом примере идет разбор по системе fortnet она из самых хороших и довольно таки качественно сделанных в снг ней не рекламирую просто объяснить объясню как она работает есть сервер базы данных по локальной сети в основном lan это кстати локальная сеть эти не обязательность и структурное подразделение могут быть серьезно разнесены даже в масштабах целой страны главное просто сделать vpn сеть и вот эти все сервера и узлы и подразделения связать в одну огромную локальную сеть но это если кому надо то есть масштабы вот этих всех контроль доступа очень огромный потом сервер базы данных на него отсылаются и с ним так сказать работают контроллеры сетевые сетевые контроллеры они подсоединены напрямую через локальную но через rg 45 разъем вот он здесь сбоку у них а дальше с подчиненными то есть это мастер контроллер в nce система master slave тут так и так сказать вот это вот мастер а слэйв является rcp точки прохода точки прохода бывают совершенно различные на турникеты на двери и к ним считыватели сразу хочу обратить внимание что если вы хотите в свой офис поставить серьезную систему контроля доступа чтобы она не взламывалась так легко как в голливудском фильме подошли тверточкой ковырнули вот где-нибудь считывать или замкнули два проводка и все бэкс открылась дверь чтобы такого не было мне кажется разработчики инженеры с снг ну либо просто бывший еще советский инженер сделали довольно таки умные контроллеры вот rcp то есть они по вайгангу с чит соединяются со считывателями даже если считыватель будет выведен из строя вы просто не сможете зайти но замкнуть систему вы не замкнете да и электрошокер там сильно не поможет то есть платы rcp контроллера не выводится так просто электрошокерами так сразу видно что система позволяет себя интегрировать видеосервер то есть какие-то события допустим можно связывать с допустим ну проход по карточке с видео архивом то есть будет запись происходить либо изыматься 5-6 секунд допустим того момента как кто-то проходил допустим по турникету тот или не тот человек сразу видно также эти системы изначально затачивались под предприятия и поэтому у них базу данных а то есть смотрите арм охрана это рабочее место охранника то есть туда но это то есть на пропускной сидит человек и который смотрит видит изображение кто проходил пропуска может выписывать временные и тому подобное бюро пропусков это место где-нибудь службы кадров контроллер который выдает пропуска новым сотрудникам или удаляет старый и учет рабочего времени это уже бухгалтерии которая уже создает отчетность или проверяет отчетность по посещениям но это все эти фичи конечно нужны для большого предприятия также система fortnet о чем я говорю она там есть тамбурные шлюзы то есть допустим две двери одна не откроется пока другая не закроется там есть система интеграции с пожарной сигнализации с охранной то есть если сработала пожарная сигнализация разблокировка потом определенных дверей или если сработала охранная сигнализация то блокировка но так далее также тут есть сирены то есть допустим модули релейные они ram 8 позволяет включать различные устройства тревоги сирены системы открытия ворот ну то есть в случае допустим какой-то внештатной ситуации то есть система очень гибкая очень глубокая но для небольших офисов она не подходит тогда посмотрим еще другую систему это система card system stopnet принципе смотрим то же самое есть сервер через интернет контроллеры мастера управляет модулями кскд 4 по 485 то есть система masters life она украинская система уже и принципе подходит для большого предприятия и для маленьких так сказать офисов не подходит что ж тогда у нас есть для маленьких офисов и сейчас на этой волне появились пропускаторы всякие контроллеры на одну дверь в принципе цены у них есть самое разнообразное что они себя представляют это сейчас вот зайдем так о продукте то есть это устройство которое которое интегрируется то есть вставляется замки управляется в электронной электронными замками даже в розетку вставляется в подрозетники и все это дело управляется через платы вай фай через облачный сервис проще так сказать то есть вы можете с помощью телефона управлять и настраивать этим всем делом ну скажу мутная штука для небольшого офиса это все покупать да и цена у него большая да если честно платки мне кажутся не сильно надежными потому что как радиоэлектронщик я на это все смотрю немножко по-другому так и есть такие интересные устройства zekotek компания каждой стране россия украина и так далее есть китайская компания zekotek и она предлагает она так сказать является лидером в контроле доступа и ее устройство то есть они даже производят замки надверные биометрического распознавания терминала учета посетителей также у них есть биометрические контроллеры по принципу мастер слайф они подсоединяются по коншинам скажу что компания zekotek в принципе сделала большой рывок вперед и их устройства так сказать позволяет ну даже на небольших офисах сделать контроль доступа то есть допустим вот первый сайт people а попавшийся которые есть и если вам нужно для небольшой для небольшой так сказать фирмы сделать контроль доступа то можно как раз воспользоваться так с кд контроль доступа и можно выбрать допустим здесь из рубрики контроллеры какой-нибудь подходящий вам под ваши нужные задачи то есть допустим как я да на это смотрю есть блок хиквижен допустим дохуа а еще забыл про дохуа в принципе фирма дохуа также сама китайская как и zekotek выпустила свои контроли доступа то есть они все практически сетевые есть конечно и подчиненные устройства то есть вот zekotek находим на одну дверь по-моему и и есть за окно это это уже про модуль управления лифта и есть дохуа контроллеры управления целой станции различие у них в чем они управляются ну то есть конфигурируются программами то есть если то есть в конфигурирующих программах если вот вот этих вот системах тут конечно придется позаморочиться чтобы вот это все настроить то есть тут мало купить вот vnc контроллер rcp точки прохода ну если вы знаете специалисты которые в этом разбираются то вы сможете так сказать на небольшом офисе где у вас там 20-40 помещений сделать допустим у себя такую сложную иерархическую систему и даже в принципе учитывать рабочее время и все но система контроля доступа современная как вот эти допустим они работают через облако даже контроллер дохуа из экотек но в основном дохуашные они поддерживают настройку через облако и в настройку локальную то есть у вас будет допустим если это контроллер дохуа у вас будет стоять там программа и и программа сейчас найду smart pss через эту программу smart pss вы можете ее настраивать то есть впихнув в него туда кабель rg45 вы его увидите в программе дохуа как устройство и и сконфигурируйте его то есть пароль админ если он так сказать если 0 0 0 то есть новый он там админ админ и так далее также можете там в этой системе есть возможности визуализации насколько духа я не помню а вот компа программе зекотек по моему есть визуализация помещения и тому подобное то есть в основном комп компания зекотек она устанавливается в каких-нибудь гостиницах то есть там есть сервер один компьютер какой-нибудь и отсюда уже идет взаимодействие то есть вот модули на одну дверь допустим от этого контроллера сейчас покажу пугаться этих систем не надо то есть если вам нужна на офис система там допустим то вы можете использовать закаты модуля они более дешевые и конфигурируется простыми простыми всего лишь ну в доступе то есть в локальной сети установив всего лишь приложение компания зкт на компьютер то же самое с дхуа но дхуа чуть подороже и в принципе там есть немножко посложнее настройка потому что дхуа в основном смартпсс это система видеонаблюдения также есть контроллеры доступа хиквижн так если сейчас найду если помните если знаете то это система видеонаблюдения то есть видеокамеры и тому подобное вот он хиквижн первый в принципе у них сейчас увеличим посмотрим в принципе здесь система такая такого же самого принципа как фартнет либо же сименс контроль доступа но они я не буду говорить потому что она такая редкая что ее да и дорогая что и вряд ли кто будет тянуть покупать для небольшой фирмы даже торгового центра то есть ну хиквижновская система контроля доступа конфигурируется через программу ИВМС 400 в принципе так же самое как и ЗКТ и все контроли доступа то есть модулей имеют допустим в этот модуль можно зашить определенное количество пропусков и паролей и все будет работать главное правильно подсоединить считыватели и все остальное по своему опыту скажу что дешевле будет установить контроль доступа хиквижн на небольшие офисы еще дешевле будет установить ЗКТ также интегрировать с видео ну блин конечно специалисту придется поломать голову как это все настраивать самое что интересно эти все системы хиквижн и ЗКТ позволяет интегрироваться через облако ну то есть там свои облачные серверы и тому подобное ПО бесплатное что не скажешь от Car Systems то есть там больше какого то количества пропусков уже становится все платным то есть сейчас посмотрим где-то тут это было написано с Car Systems имел дело техподдержка в принципе у них хорошая но у них все значит рассчитано на то что вы должны у них пройти курсы обучения сразу скажу что я этого не делал а изучал систему походу единственное что с моей стороны то есть мне допустим мне очень нравится некоторые модули и их выполнение в плане защиты по статике также переходники USB RS 485 то есть если понимаете они позволяют выкинуть из системы сетевой контроллер а сразу подсоединить обычные кс кс кд 4 12 на компьютер через USB переходник RS 485 и там на этом компьютере установить сервер базы данных ну или там сделать VPN тоннель и дальше его уже выкинуть в всемирную сеть а там через другой роутер допустим точку либо сервер компьютер туда уже влепить основную базу данных что это позволяет это позволяет для больших фирм таких вот ну допустим как PepsiCo как фирмы там русал фирмы допустим какого другого рода типа то есть огромные у которых инфраструктура на несколько стран даже растягивается сделать единую базу данных то есть вот этот сервер базы данных будет где-то находиться в одном офисе и все сотрудники будут все там числиться то есть в принципе это интересно большим предприятием но так же как любая другая система контроля доступа то есть допустим та же Hikvision тот же ZKT она позволяет так сейчас тут ешь моя хотел показать ZKT а тут еще учетчики большого времени попались так она позволяет устанавливаться и на одну даже дверь в одном офисе то есть у меня были так сказать случаи что я видел установку вот этого вот счастья но не стопнет это была система bigbrothers на один офис то есть одна точка прохода у человека был один этот скажу так не надо проще какой-нибудь контроллер ZKT ну до скорого ставьте лайки подписывайтесь надеюсь кому-то видео было полезно задолжение следует Продолжение следует...